Здравствуйте, уважаемый Андрей Андрей. Скажите, пожалуйста, сможем ли мы народ Инда вспомнить, кто мы в следующих воплошениях и что мы были народом со своим философским учением? Конечно, конечно, обязательно сможем. Несколько слов хотелось бы сегодня сказать. Я уже ранее говорил или рассказывал об этой информации. Но такой вот интересный пост написала женщина в моем YouTube-канале Андрей Дуйко, официальный канал. Она мне написала «Благодарю вас, Андрей Андреевич», при этом написала «Благо» и после этого вторым словом «Дарю». И после чего я ей написал, что произносить слово «Благодарю» не очень хорошо, так как человек, который занимается магией или человек, который мало-мальски знаком с эзотерикой, может добровольно забрать вот такие слова и забрать это благо. Для этого человеку необходимо просто произнести «Хорошо, я ваши блага, которые вы мне дарите, принимаю», после чего забирать эти блага какое-то время, правда не всю жизнь, но очень долгое время. Таким образом человек может отобрать у человека другого его блага, в случае, если он это дарит и откровенно разбрасывается. Ну и она мне ответила где-то приблизительно, как «Я его дарю, я его и принимаю». Но это очень неправильно, потому что мой совет был такой, не произносить все-таки эти слова «Благодарю». «Благодарю» нехорошее слово, потому что это «дарить благо», а у человека, в общем-то, жизнь основана на том, чтобы эти блага у него появлялись. Так человек раздает свои блага и после чего у него их не остается. Какие еще бывают слова и что значат определенные слова, допустим, в нашем лексиконе, который мы привыкли очень часто использовать. Допустим, мне не нравится слово, мне не нравится слово, допустим, сейчас я подумаю, ничего себе. Дело в том, что слово ничего себе в свое время придумали эзотерики. Это все, по моему мнению, находилось на территории Одессы. Тогда жили верующие иудеи и неверующие иудеи. И для того, чтобы создавать определенную магию, они придумали вот такой момент. То есть они начали использовать слово «ничего себе». Каким образом они его использовали? Человек заходил и, когда человек заходил и стоял, то человек, которому он заходил, вот этот иудей, который находился на рынке, он ему говорил, ну как там дела на улице? И там человек рассказывал, представляете, сегодня на улице там были какие-то проблемы. В этот момент этот человек, который должен был продать эту одежду или там какой-либо товар, он ни о чем не думал, а произносил мысленно или шепоток такой, он произносил. Нет, не так, он произносил вслух «ничего себе» и после этого про себя или шепотком произносил «все тебе». Дело в том, что когда произнести «ничего себе» «все тебе», то тогда человек, который приходил к нему за этим товаром, попадался на удочку и начинал покупать у него этот товар. То есть человек произносил вслух «ничего себе» и после этого шепотом «все тебе, что у меня есть» или «весь товар тебе», после этого человек попадался на вот такую эзотерическую установку, после чего у человека появлялись желания покупать какой-либо товар у этого человека. Ну это дословно и досконально правдивая информация. Объясню почему. Я в свое время изучал эзотерику и пытался найти вот такие какие-то нюансы, которые связаны с нюансами в разговорной речи. И нашел таких людей, которые были не русской национальности, которые поделились вот такими обрядами, которые действительно имели место быть, их придумывали в Одессе, ну и в дальнейшем использовали только посвященные люди. Есть целый ряд слов, которые мы говорим и не понимаем, что это такое. Допустим, когда человек говорит «спасибо», о чем он говорит? По моему мнению, «спасибо» это значит не «спаси Бог», а «спаси от боли». То есть смотрите, как это выглядит. Человеку говорят «здравствуйте», то есть что ему желают? Ему желают здоровья. А потом, когда прощается, говорит «спаси от боли». А что такое болезнь? Болезнь это тоже фактический элемент боли, когда человек начинает болеть. Болеть, боль. То есть таким образом, когда человек говорит «спасибо», он фактически говорит «спаси от боли тебя». А кто спаси? Бог там или там еще какое-либо существо. Таким образом, слово «здравствуйте» и слово «спасибо» имеют фактически одно и то же значение. А иногда люди говорят «ну все, пока». Что это обозначает? По моему мнению, слово «пока» это сокращенное слово «покайся». Потому что очень часто, когда человек встречается с другим человеком, то он преследует корыстные цели какие-либо и очень часто врет. Ну и для того, чтобы вот такое вранье не влияло на другого человека, ему говорят «ну все, пока». Таким образом, это где-то звучит так. «Ну все, покайся во лжи». И это не переносится на того человека, который к вам приходит. Вот я уверен, что если человек приходит и предлагает вам какой-нибудь бизнес или еще что-то, и вы загораетесь, то это, скорее всего, будет просто выманем из вас денег. Ну и вот хорошо ему сказать «пока-пока», «ничего страшного». Звучит каяться это сожалеть о поступке, который ты совершил, особенно от лжи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!